приветствую вас на канале эко обогрев в этом видео мы посмотрим коротенький обзор сделаем на терморегулятор фирмы севал итальянского производства модель rq 01 другое его еще название термостат это терморегулятор с термодатчиком воздуха температуры воздуха термодатчик интегрирован сам при терморегулятор и помещен в серединку вот через этой решеточки получается вот заходит воздух и он реагирует на температуру воздуха в помещении он считается комнатный бытовой применение термостата для используется для контроля температуры воздуха в помещении или же для контроля охлаждением вот применяется для котлов инфракрасных обогревателей конвекторов электро радиаторов тепловых вентиляторов ну и прочих электро обогревателей в том числе масляных и так далее давайте вымем его значит коробочка я вам покажу оригинальная как бы на итальянском видите да вот официальный сайт вот их не севалком вот краткая инструкция вот габариты коробка кстати там кому нужна на для отправок сейчас я скажу получается семь с половиной сантиметров длину и ширину так в глубину 44 сантиметра вот в комплекте у нас идет инструкция и сам термостат инструкция сразу же откроем посмотрим каком она инструкция на итальянском языке видите да схема подключения вот так сам термостат значит у него получается одна вот такая вот рукоятка который вы вращаете и устанавливаете желаемую температуру помещения это вот минимум звездочка это режим снежинка вернее режим не замерзания вот и максимум 30 градусов указатель 30 градусов максимальный вот он механически то есть работает без батареек сейчас когда мы будем поворачивать терморегулятор мы посмотрим сколько вообще у нас какая сейчас у нас температура помещения у нас есть термометр здесь с подоконника его забрал сейчас мы проверим сейчас показывает у меня девятнадцать восемь это из подоконника забрал там открытое окно еще сможете немножко нагонит больше посмотрим какая разница будет термометра и терморегулятора в общем я поворачиваю мы слышим щелчок час на какой показатель учил температуры у нас будет щелчок посмотрим вот видите да где то вот получается 1 2 3 23 сейчас получается в комнате 23 градуса вот если вот он был к этому терморегулятора сейчас подключен какая-то в системе отопления или обогреватель то при достижении 23 градусов и выше он бы отключил нам панель 23 градуса и ниже это на один градус ниже он включил бы обогревательную панель там какой-то другой прибор в данном случае у нас терморегулятор показывает внешний уже 20 с половиной уже 20 половиной термостат севал 23 до еще раз пробуем до 23 вот значит термодатчик здесь на сделан сделан есть биметаллические есть на газовом наполнитель на это здесь на газовом наполнителе они немножко неточные но повышенность дают температурную где-то 1 градус плюс минус 1 градус то есть если вам нужно более точный вам нужно брать биметаллические если вы за механику если он механический нужен вот так как как этот плюс механический в чем они не зависят от источников ну то есть от электрики если вот электронная у нас на электрики или на батарейках или розеточные с розетки пытается где-то выключилась выключилась свет включился они часто сбиваются или те которые на программируются сбиваются этот получается не зависит от электрики всегда работает надежно в общем кому нужен надежный прибор и есть один градус погрешность вам не помеха то этот термостат вам как раз будет как раз подойдет я думаю что переплачивать не нужно сейчас он где-то в пределах на рынке стоит в украине где-то 200 270 гривен таком диапазоне до 300 максимальная цену я увидел интернете на сайте это обогрев ком он сейчас можно купить за 220 гривен это видео в феврале снимается 2016 года вот минимальная температура здесь получается если по одно значение это единичка 9 8 7 6 5 5 градусов плюс 5 по цельсию это минимальная температура на которую можно выставить систему отопления вот но температура не разомерзания считается так сзади у нас оригинальная гравировка made in italy модель вот таковой информации еще есть и вот эти вот дырочки это получается у нас под крепление настенные под шурупчики можно так крепить так вот в общем по разному можно его закрепить вот так что еще ну габариты в чистом виде давайте попробуем посмотреть так 7 сантиметров получается в длину ширину то есть там или там ну да в ширину шесть с половиной сантиметров здесь совсем немножко он такой вот прямоугольный и так глубина давай сидит ну вот все пожалуй если будут какие-то вопросы задавайте в комментариях понравился обзор ставите ставьте лайк подписывайтесь на канал на наши новые обзоры всего вам хорошего спасибо за внимание